Они, естественно, будут идти в наступление, потому что то, о чем ты говорил в самом начале, я действительно верю, что основные все события будут решаться в этом году, до конца этого года, на поле боя. Я думаю, что максимум в первой половине 2025 года будет, мне даже сложно слово сказать правильно, это не перемирие, но будет некая заморозка активных действий на фронте, как это было, в принципе, по линии АТО в свое время. То есть я думаю, что это может произойти или до конца 2024 года, или в худшем случае в дальней перспективе первой половины 2025. Поэтому, естественно, для них очень важно сейчас провести достаточно большую мобилизацию, пригнать людей на фронт для того, чтобы они могли к этому времени попытаться взять себе как можно больше.